На чем производить программы приобретения оборудования? Здесь как раз веер программ более широкий. Значит, субсидированные механизмы. Постановление правительства 149-е, поддержка промышленности, не отраслевая в широком смысле, конкуренция высокая. Значит, постановление правительства 671, льготные кредиты по 3% годовых на приобретение оборудования и оснастки иногда комплектующих, тоже широким веером. Мультиотраслевая программа, не только представители электронщики будут толкаться в очереди, но и остальные. Льготный лизинг через дочерние корпорации МСП, региональные лизинговые компании, Росагролизинг, например, Внешэкономбанк, здесь уже кредиты будут, МСП-банк тоже кредиты будут. Льготные банковские кредиты с субсидированием, процентные ставки тоже по этой программе предусмотрены. То есть льготные лизинги, кредиты на приобретение. Так, теперь внедрение. Уже, то есть имеется в виду договоренности с интегратором или разработчиком-правообладателем аппаратуры или программной начинки аппаратно-программного комплекса. Постановление 16.19 субсидии на внедрение, субсидии обеспечения части затрат, связанных с внедрением российской продукции радиоэлектронной промышленности. Так, постановление 19.90 на компенсацию потерь доходов возникает в результате производства радиоэлектронной продукции. Тот же самый Сколково, 555-е постановление с точки зрения заказчика внедрения. 550-е, опять же, то же самое постановление с точки зрения заказчика внедрения. 529-е постановление правительства, уже не отраслевое, а мультиотраслевое. Внедрение цифровых платформ и программного обеспечения у предприятий промышленности. То есть, как видите, здесь ФРП, фонд развития промышленности, структура при Минпромторге, льготные займы под 1-5% годовых, как на приобретение оборудования технологического, так и на покупку продукции радиоэлектронной промышленности, то есть для внедряющих компаний, компенсации затрат на внедрение, так и на производство технологического оборудования для разработки и производства серийного электроники. То есть здесь достаточно широкий набор программ получается, вот как я бы сказал, на всех стадиях жизненного цикла. А если мы еще копнем в сторону программной начинки, программно-аппаратных комплексов, то, что я упомянул, ФРИ, Сколково, ЦПИИ, если мы поговорим и Минпромторг 529, то в принципе в сфере аппаратно-программных комплексов и программно-аппаратных комплексов довольно широкий набор поддержки на какой бы стадии жизненного цикла, на каком переделе, на стадии проектирования, ли разработки или серийного производства, внедрения ли в опытную тестовую или коммерческую эксплуатацию, опытно-промышленную эксплуатацию вы находитесь. Соответственно, задача наших консультантов определять стадию готовности решения, делать официальную оценку УГТ, ТРЛ, Международной аббревиатуры по классификации или УГТ по нашим ГОСТам, разбираться в позиционировании продукта, команды, стадии, а также разбираться в нюансах организационных и юридических структур заявителей, разбираться на какие субсидии, гранты, налоговые льготы или целевое бюджетное финансирование ваша компания может претендовать на разных стадиях УГТ, на высоких ТРЛ, на низких ТРЛ УГТ. Обращайтесь к нашим консультантам за разъяснениями, за раскладыванием по полочкам, за грамотным позиционированием вас, оценкой проходимости, взвешиванием всех условий участия, с привязкой к вашей специфике, а также, наверное, что наиболее ценно, к рекомендациям по построению ваших бизнес-схем, организационно-юридических схем бизнеса для того, чтобы вы стали в наибольшей степени подходить под идеальный портрет заявителя на разные программы. Вот это тоже на сегодняшний день очень важная вещь, потому что изначально, когда группа компаний создаются, очень часто не задумываются вообще или на последнем месте стоит, что называется, соответствие каким-либо условиям программ. И во главу угла ставится безопасность бизнеса, разделение процессов, разделение бизнес-процессов. А очень часто такие компании не подходят под описанный в нормативных документах целевой портрет. Значит, удачи в вашем бизнесе, верных вам решений при построении схем, при открытии проектов. Обращайтесь, наши сотрудники, наши консультанты имеют довольно неплохой опыт аналитики, подготовки документации, ну и в принципе цифры получения господдержки по государственным инструментам, госкапиталовложения, субсидии, гранты, налоговые льготы довольно внушительные. Уже более 9 миллиардов рублей помогли наши сотрудники привлечь в государственных органах, фондах, банках, точнее даже не считая здесь банки, в фондах, министерствах так называемые условно-безвозвратные, ну вот иногда говорят халявы, да, условно-безвозвратных мер поддержки в виде налоговых льгот, целевого бюджетного финансирования, грантов, субсидий, компенсаций. Успехов, всего доброго, с вами был консультант решений Верной РФ Сергей Масляхин.